Вот такое вот сухое короткое сообщение на закрытых дверях Бариинского театра. Бариинский театр закрыт 10 апреля, как и многие музеи и театры города. К этим мерам с прошлой недели мы уже привыкли, но меры по борьбе с коронавирусом на этой неделе ужесточились в несколько раз. Вот так, например, выглядела повседневная жизнь аэропорта Пулково до коронавируса. И вот так воздушные ворота в Петербург выглядят сейчас. Редкие пассажиры ждут вылета внутренних рейсов. Стамбул отменен, Минск отменен. Практически все международные рейсы от Анталии остаются пока еще по расписанию. И вот только что отменили рейсы в Краснодар и в Москву. Пока не сообщают почему. Такая мера касается не только Петербургского аэропорта. Отменены международные рейсы по всей стране. Исключение только для бортов, на которых эвакуируют петербуржцев из других государств. Для всех прочих – красный свет. Если до 27 марта фитнес-центры Петербурга выглядели так, то сейчас вот так. Для справки, через один такой зал за день могло пройти до тысячи человек. У нас оптимистичные надежды на открытие. Раньше установлено срок от 30 апреля. И будем готовиться к, грубо говоря, новому сезону. Делать определенные ремонтные работы, которые были запланированы на летний период. Но, тем не менее, если уже ситуация такова, то мы будем выполнять данные работы сейчас. Исключение сделают лишь для тех, кто готовится и держит форму к официальным соревнованиям. А они, учитывая эпидемиологическую обстановку, пройдут не скоро. Да, фитнес-центры закрыты, но выход можно найти всегда. Например, такие спортивные площадки установлены во многих петербургских дворах. Так что пришел, сел и, что называется, вперед из песней. Главное, в нынешней эпидемиологической обстановке не забывать про дезинфекцию. Спортсмен-любитель, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Максим Муравьев демонстрирует нам несколько упражнений уже для квартирных условий вынужденной изоляции. Но пока есть возможность, занимается во дворе. По его мнению, меры оправданы, хотя они и остановили спортивную жизнь Петербурга. Конечно, вот эти новые условия, они всегда очень сильно что-то меняют. Сложно к ним адаптироваться. Но не надо опускать руки. Надо продолжать в любом случае. Продолжать заниматься. Просто менять свою программу, менять свою философию, и все будет хорошо. Так еще в начале недели выглядел фудкорт в одном из крупнейших торговых центров Петербурга. Где только на одном этаже могло собраться несколько сотен человек одновременно. Сотрудники некоторых ресторанов прямо говорили, что им придется закрыться. А что, правда, что закрываете зато? Да, правда. Вот так вот город выглядит сегодня. Все посадочные места, как видно, убраны. Все до единого. Но довольно мало ресторанов закрылись. Они продолжают свою работу. А их посетителям приходится для того, чтобы поесть, искать любую свободную поверхность. Которых здесь, в торговом центре, на самом деле предостаточно. Да, столы и стулья убрали. Но от большого скопления людей это не спасло. Сразу видно, почему решения сделать меры по борьбе с коронавирусом еще жестче, более чем оправданы. Тем временем в петербургских магазинах уже прошел первый ажиотаж. Гречку с полок никто не сметает. Но вот появились такие объявления, в которых рекомендуется держать дистанцию в полтора метра друг от друга. Ну ладно, мы, молодые, еще можем спокойно сходить в магазин. Но вот как бы тем, кому на улицу выходить не рекомендовано? Рекомендовано пенсионерам. Ну поэтому сейчас наберем товары в первой необходимости и пойдем на выручку. За продуктами сходили. Здравствуйте, спасибо большое. Отлично. Вас в сентябре принесли? Отлично. Вместе с сотрудником Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров Ренатом Авамиловым оцениваем фронт работ в доме пенсионерки Зинаиды Николаевны. Она просит укрепить полку да починить дверцу шкафчика. Самой ей не справится. Так, вроде ровно. Да. Ренат работает в организации уже несколько лет. Говорит, своей бабушке, которая родилась в самом конце блокады, он и так поможет. Поэтому решил помогать тем пенсионерам, кому неоткуда ждать помощи. Мы молодые, мы можем, мы помогаем, и мы более как бы развитые люди уже даже по технике и электронике. Она же не будет сама, ну, дрелью 80 лет это все делать. При этом еще плюс изоляция, потому что, ну, им же нельзя выходить на улицу, понимаете, за лекарствами, за продуктами. А сама Зинаида Николаевна готовится переждать карантин за городом, на даче. И вынужденное затворничество для нее не проблема. Да, общение с подругами придется отложить, но вот творчеству это никак не помешает. Я буду заниматься на даче вот росписью. То есть вам вот есть чем заняться? Есть чем заняться. А психологически это как-то не тяжело будет вот так вот ставаться? Нет, психологически мне не тяжело. Бывали времена очень трудные. Переживем и это, переживем и очень достойно выйдем из этого состояния, из этого времени тяжелого. Жизнь Петербурга изменилась кардинально, и в ближайшие дни она изменится еще сильнее. Но это надо принять и понять, как особенность той реальности, в которой живем мы, здесь и сейчас. Петербург, Россия и весь мир. Антон Цуман. Пульс города.